Добрый день, мои зрители! Вы на спортивно-игровом канале Wabon Games и я приветствую вас в рубрике прогноз. Несмотря на то, что сезон в некоторых странах уже стартовал, многие считают официальным открытием футбольного календаря года именно это событие. Я про суперкубок UEFA, в котором встречаются победители Лиги Чемпионов и Лиги Европы. В этом году за трофей поспорят Барселона и Севилья. И мы с вами, естественно, увидим этот прогноз на нашем канале. Все, команды появляются на поле. И сейчас я вам расскажу о некоторых раскладах. Во-первых, вот этого парня на поле вы просто не увидите. Ну ладно, получилось у нас так, что в этом сезоне о спаре престижный трофей был две испанские команды. И те, и другие далеки от своих оптимальных кондиций. Ведь до старта чемпионата истории осталось без малого аж целых две недели. Зато с мотивацией проблем абсолютно нет. В этом году футбольные чиновники доверили проведение матча за суперкубок столице Грузии. По такому поводу в Тбилиси случился небывалый ажиотаж. Еще ведь домашний стадион Тбилисского Динамо впервые будет принимать решающий матч Еврокубки. Барселона перед этим матчем столкнулась с кадровыми проблемами. Неймар заболел свинкой и выбил на пару недель. А травмировавшийся Форди Альба вынужден будет пропустить три ближайших матча. Зато остальные, включая Месси, готовы к завоеванию очередного трофея. Севилья этим летом тоже зря у нас времени не теряла. Подопечные Эмери пополнили не только свой состав, но и армию болельщиков с постсоветского пространства, приобретя Евгения Коноплянку. Без потерь, к сожалению, тоже не обошлось. Заменить Баку уехавшего в Милан будет непросто. Мы с вами практически в Тбилиси, практически в оптимальных составах. Но вы сами прекрасно понимаете, FIFA 15, уже не раз и не два об этом все говорят, умирает на наших глазах. И, естественно, никаких обновлений, никаких изменений, никаких переходов. Поэтому не надо мне потом писать в комментариях, а где Коноплянка? А где Вабон Коноплянка? Почему нет Коноплянки в составе у тебя? Кстати, именно у меня, да, барселонщики. Сегодня я против вашей команды и буду болеть за Севилью. И сейчас в прогнозе попытаюсь защитить цвета все-таки команды Унай Эмири. Но, естественно, естественно, ух, Неймар что творит? Конечно, барса просто сумасшедше начинает и, естественно, забивает в первой же атаке, первым же ударом, поворотом. Неймар там накрутил, которого сегодня на поле не будет, обвел двоих-троих, Суаров пробил и сразу же забивает мяч. Ладно, ладно, будем надеяться. Я просто верю в то, что сегодняшняя игра, которая начнется, кстати, в 21.45 по московскому времени, не будет иметь такое начало. Потому что все-таки хочется верить, что есть болельщики не только Барселоны, но и просто футбола. Потому что... Ой-ой-ой-ой-ой! Чуть 1-1! Счет не стал! А там офсайд, а там офсайд и как раз-таки Бака. Бака, который уехал, но именно он бил поворотом. Ничего страшного, ничего страшного, что у нас такие составы. Самое главное нам было попробовать спрогнозировать этот матч и этим самым мы сейчас с вами и занимаемся. Интерес сумасшедший, ажиотаж еще больше. Для многих, кстати, в том числе и поклонников Барселоны, стало открытием, что эта игра будет проходить где-то за пределами Европы. Ну, понятно, что Тбилиси это Европа, да? Но все-таки... Ну, только не 2-0. Да что ж такое-то происходит? Барса просто меня разрывает. Просто, просто идет разрыв. Какой-то сумасшедший. Вообще сумасшедший разрыв. Я не знаю, что сказать, ребята. Я не знаю, что сказать. Инъестов 2-0 делает счет. Печально. Очень печально. Хотелось бы не разгромно проиграть. Да почему же я лангшот-то такой плохой, а? Дорогой ты мой. Ладно, давайте больше об игре, потому что Барселона тут уже начала крутить, вертеть. То есть, ажиотаж очень серьезный. Со всех ближайших стран, в том числе и россиян, предостаточно прилетела столица Грузии. И понятно, что многие будут сегодня болеть именно за Барселону. И только ради Барселоны они туда и полетели. Но сразу могу сказать, что не уверен абсолютно в том, что фаворит сегодня победит. Все дело в том, что у этого самого фаворита есть определенный тонус игровой. Но это все было связано с тем, что отсутствовали лидеры Месси и Неймар на вот этом сборе, который в США проходил. Туда, где Барселона две игры из четырех проиграла. Но после возвращения Лео в состав на своем кубке... Забыл я, как каталонский этот кубок называется. Но я думаю, вы его в комментариях спокойно напишите. В котором Барселона играла против Ромба в этом году. Поэтому каталонцы победили со счетом 3-0 и абсолютно без проблем опять этот трофей заполучили. И все тут же увидели разницу игры команды с Месси, с Неймаром, с Уаресом и либо без них. Ну или хотя бы без кого-то одного из этой троицы. Потому что действительно игра разная получается. Ну а команда Уна Эмери ни разу не обыгрывала Барселону. Причем ни одна команда Уна Эмери, будь это Спартак, будь это Севилья, где он там еще у нас был в Испании. Ну то есть ни одна команда, которая руководила Эмери, не обыгрывала Барселону. Это естественно серьезный такой задел перед этим самым матчем для каталонцев. Они просто психологически могут своих соперников сломать. Но нужно не забывать, что Севилья играла в прошлом сезоне в ничью с Барселоной. А если в этой встрече 90 минут закончится ничейным результатом, то будет назначено дополнительное время. А там уже возможная серия после матча пенальти, в которой, как вы знаете, победить может кто угодно. Так что ждем интересного футбола. Надеемся на первый европейский титул. Команды все-таки настроились. У Барселоны, во-первых, реальная возможность повторить рекорд своей... Сейчас скажу, в скольки уже... Пятилетней давности, практически четырехлетней давности. Победы в шести кубках, в шести кубках. Нет, больше. Кого это? В девятом? Да, в десятом году это было. Пятилетней давности. Так вот, Барселона может этот самый рекорд повторить. И, конечно, все болельщики Барселоны жаждут этого результата. Но сразу могу сказать, это далеко не самый важный и не самый главный трофей для Барселоны. Уже в нынешнем сезоне, потому что должны мы считать все-таки сезон открывшимся. Чемпионат Англии стартовал. Германия стартует на этих выходных. Причем уже суперкубок Германии был. Испания и Италия подтянутся скоро. Франция тоже стартовала. Россия еще раньше стартовала. Поэтому Украина в том числе. Так что в основном футбол уже везде играют. А вот Испания, как обычно, самая последняя начинает. Ну, ничего страшного. Опять-таки, болельщики испанские, я думаю, подожгут. Тем более, что тут такой матч и опять между двумя командами из этой солнечной страны. У нас первый тайм к концу подходит. 2-0. И каталонцы, в общем-то, спокойно ведут игру. Я пока ничего не могу поделать против них. Я специально выбрал Севилью. Я не хотел играть за Барселону. Честно могу сказать, понимая, что вы все наоборот просили бы меня это сделать. Но вдруг бы я ваши надежды не отправдал. А вот компьютер прекрасно справляется с задачей по владению мячом и по ударам чуть лучше. И, естественно, по счету выигрывает 2-0. Так. Ах, мячик, можно было не отпускать. Что еще хотелось бы рассказать. Перед этим матчем Луис Суарес попал в очередную такую неудобную ситуацию для себя. Он неправильно в Твиттере написал название каталонской... Ой, прошу прощения. Грузинской столицы. И вместо Тбилиси он написал Диблиси или что-то подобное. Не помню. Но сам факт, естественно, эта история облетела весь футбольный мир. И Суаресу должно быть немножко стыдно за то, что он неправильно написал название города, в котором куча поклонников Барселоны. И где сегодня его будут поддерживать. Пятитысячный, по-моему, стадион там. И я практически уверен, что 90% всех болельщиков будут болеть именно за Барсу. И ради Барса именно туда и приехали. А может быть даже и больше, чем 90%. Так что история вот такая. Не знаю, обиделись болельщики или нет на Суареса. Думаю, что нет. Но все-таки Луису стоит быть повнимательнее. В первую очередь никого не кусать. Во вторую очередь выучить столицы мира. Ну или хотя бы прежде, чем писать что-то в Твиттер, как бы прочитать, в какой город ты направляешься и правильно написать его. Либо если это просто ошибка какого-нибудь айфона в Т9. Такое действительно часто бывает и сам с этим сталкивался. Тот нужно просто отписаться. Если он еще этого не сделал, я как бы просто не в курсе. Вдруг уже есть какая-то очередной пост в Твиттере у Суареса. Ну так вот, если он этого еще не сделал, то нужно конечно отписаться и сказать прошу прощения. И объяснить в чем причина неправильности написания. Я думаю, это вполне нормально. Суарес личность, которая является человеком за... Ой, какой удар в девятке. Я просто тут уже замолчал. Потому что понимал, что каталонцы опять в касание меня разносят. Просто разносят. И теперь уже Хави, которого вообще не может быть в составе. Что ты делаешь FIFA 15 лицензионное подключено к онлайн обновлению составов? Что ты делаешь? Какой Хави? О чем ты? Ну да, великолепный конечно гол ветерана уже не Барселоны. Но и да ладно. Но и да ладно. Хави 3-0. Будем считать, что голы, которые забили люди, которые не могут играть в сегодняшнем матче. Мы их отменяем, поэтому у нас забил Суарес. У нас забил Иньест. У нас забил Хави, да? Значит, гол Хави отменяем. Поэтому пускай будет 2-0 счет. Вот такой я хитрый. Ну да ладно. Это не сильно важно. Суарес. Про Суарес, да, мы говорили. Суарес просто человек на виду. Это действительно важная персона теперь для новой Барселоны. И Суарес, конечно же, должен хотя бы перед болельщиками из Тбилиси извиниться. Ну, я вот лично так считаю. Ничего тут зазорного в этом нет. Ладно. Поехали. 3-0. У Севильи есть моменты. Но у Барселоны есть супер. Субболисты, которые из своих моментов постоянно делают голы. А вот у Севильи в этом плане туган. Туган. Так, по поводу Суареса рассказал. По поводу Коноплянки. Тут недавно в одном из... Ой-ой-ой-ой-ой. Какие обыгрыши делает Барселона? Попадает мяч в штангу. Я уже хотел бросить геймпад, но... Но все-таки мяч в ворота не попал. И мне приходится опять оброняться. Еще одна подача. Выносим, выносим мяч. Так вот, один из таких популярных футбольных пабликов. Не буду его рекламировать, потому что он мне за это, во-первых, не платил. А во-вторых, учитывая, как админы себя там ведут, это просто какой-то ужас. Так вот, один из этих пабликов в субботу так вечером подшутил над болельщиками о том, что Севилья победила. На 90-й минуте гол забил Коноплянка, со счетом 1-0 матч закончился. И я, если честно, тоже вроде взрослый человек, да, но, вы знаете, я не являюсь поклонником Барселоны. И не следил, когда именно этот матч за Суперкубок. Понятно, что если эта игра происходит... Ну, то есть, ее анонсируют день в день, то понятно, что я об этом, естественно, очень много информации слышу. А вот если она там за неделю или еще позже, еще одна штанга, причем та же самая, Барси просто, просто на голову выше сегодня меня в исполнении Севильи 4-0. Все, 4-0 это вешалка, ребята. Это надо заканчивать. Теперь уже Лео Месси забивает гол и отправляет привет своей бабушке. Ох, как не хотелось бы, чтобы сегодня был именно такой разгром. Но, поверьте мне, болельщики Барселоны, здесь просто даже вы потеряете интерес к этому матчу. Даже вы. Вы, конечно, порадуетесь за титул новый, но когда вот в одну калитку все... У меня сегодня планируется такой просмотр с друзьями этого матча, и некоторые из них отказались игру смотреть, потому что заранее считают, что в этой игре все ясно. Ладно, ладно, будем надеяться на Эмери, на его команду, на футболистов, исполнителей. И я думаю, что Севилья может, может побороться. Она в прошлом сезоне это в Испании доказывала. Так вот, по поводу паблика, вот эта шуточка, которая прошла, и она реально забомбила. Кто-то считает, что это смешно было. Мне как-то, я понимал, что, скорее всего, это шутка. В стечении обстоятельств такое, конечно, может случиться, но все-таки мало в это верится, что Барселона сегодня не забьет. Я вот именно о чем. Потому что, скорее всего, каталонцы-то один, а то и два своих мяча забьют точно. А вот как сыграет Севилья в атаке, и насколько поможет ее новичок в этом, мы будем с вами посмотреть. 89-я минута встречи, 4-0 разгром, который уже ничем не исправить, как говорится. И в ближайшие несколько минут мы с вами увидим награждение каталонской кабанды этим кубком, который является таким для кого-то существенным, как для питерской, например, команды «Зенит», а для кого-то не очень существенным, а, например, для кого-то долгожданным, как «Манчестер Юнайтед», который ни разу этот самый кубок не выигрывал, будучи три раза в этом финале, все время в этой игре уступал. Посмотрим, посмотрим, насколько будет интересная игра. Тут нам показывают, что каталонцев меньше. Ну, а на самом деле вы все прекрасно понимаете, что, скорее всего, в сине-гранатовые цвета будет сегодня Тбилисский стадион. Будет Тбилисский стадион окутан вот этими цветами, и в основном болельщики будут именно Барсу поддерживать. Все, смотрим на празднование своей победы барселонскими футболистами и их болельщиками. И сейчас награждение. Все стандартно. FIFA 15, честно могу сказать, поднадоело. Поднадоело. И были тут некоторые идеи с новыми проектами, но я, наверное, их уже буду переносить на FIFA 16. Но самое главное, вы задаете вопросы по поводу вагеров. Ребята, вагеры будут. Вот вагеры FIFA 15 еще будут, я вам обещаю, и даже, наверное, не один. Месси поднимает кубок над головой, и вся каталонская команда празднует победу в очередном турнире, который состоял всего лишь из одного матча. Но это прогноз, это прогноз. Посмотрим, что будет вечером. Если среди моих зрителей есть болельщики Севильи, то верьте, ребята, я сегодня с вами, я сегодня с кружечки пива буду болеть за белых. Поэтому давайте поболеем. Ну а болельщикам Барселоны, конечно же, удачи. Вы и так болеете за самую сильную команду мира. Все. На этом я заканчиваю. С вас лайк. Подписка в группу ВКонтакте. Подписка на канал, если еще этого не сделали. И до скорых встреч. Всем пока. Именно на Альянс-арене, которая сейчас очень красиво светится на ваших экранах. Да, в рубрике прогноз я сегодня вам предлагаю прогноз на товарищеский матч, финальный товарищеский матч турнира Ауди Кап, который проходит по традиции в Германии на Альянс-арене. И там сегодня сойдутся два топовых клуба. Бавария против Мадридского Реала.